Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапские школьники написали послание нарушителям правил дорожного движения. Ветеринарная служба Краснодарского края бьет тревогу. Вирус африканской чумы свиней добрался до Кубани. В край зафиксировано уже 9 вспышек АЧС. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. На территории Анапы пока нет ни одного случая заражения. Ситуация под контролем администрации и ветуправления Анапы. Тем не менее, собственников личных подсобных хозяйств призывают к будительности. Вирус африканской чумы абсолютно безопасен для человека. Но является настоящим бичом для свиного поголовья. 9 муниципальных образований Краснодарского края уже напрямую столкнулись с этой бедой. Ущерб только за последние несколько месяцев составил более 300 миллионов рублей. У нас сегодня на Кубани 9 очагов африканской чумы свиней. Это Красноармейский район, Бинский, город Сочи, Туапсе. Там в заповедниках. Последний случай у нас был в Чемрюке, в частном секторе. И я считаю, что распространение вот этой африканской чумы, вируса африканской чумы является человеческий фактор. У нас сегодня горит агрокомплекс, который находится в Павловском районе. И свинофермы принадлежат агрофермии агрокомплекса. И там уже сжигают где-то порядка около 50 тысяч. Только в агрокомплексе. А кроме этого есть еще и Данкуб Красноармейского района. В случае подержа скота, фермеры должны незамедлительно уведомить ветеринарные службы, а также принять все меры по уничтожению упавших животных. На практике же зачастую трупы зараженных свиней вывозят в лесополосы. Хищники и грузыные птицы становятся разносчиками вируса, еще более усугубляя распространение болезни. Переносчиком может оказаться и сам человек. Такой случай был, кстати, в Красноармейском районе Данкуб. Там исполнительный директор, он на два региона. На Кубань, Красноармейского района Данкуб, фирма, где было сожжено 34 тысячи с половиной голов свиней. И Тамбовская область. В Тамбовской области была чума. Он туда поехал, ну по своим делам коммерческим. И оттуда затащил вирус сюда к себе, на фирму. В результате 34 тысячи голов свиней были сожжены. На территории Анапы случаев африканской чумы пока не зарегистрировано. В животноводческом хозяйстве муниципалитета нет крупных свиноферм. Но частникам, которые содержат малое поголовье, стоит принять особые меры по предотвращению вирусной вспышки. Изолировать животных от контакта с другими представителями фауны. Лекарства от этого вируса нет, а вакцина только в стадии разработки. Администрация Анапы ведется серьезная работа по предотвращению возникновения очага африканской чумы. На дорогах перевозку грузов контролируют сотрудники рота ДПС. А главы сельских округов взяли на личный контроль все мелкие подсобные хозяйства. И как сообщает переслужба администрации края, сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил усилить меры для предупреждения ЧАЭС на территории края. В частности, необходимо установить дополнительный санитарный блокпосты, а профильным краевым ведомствам провести внеочередные проверки совместно с надзорными органами. И к другим темам. В станице Анапской в 12-й школе идет к завершению капитальный ремонт части здания и прилегающей к фасадной стороне дворовой территории. Это очень важная задача, отложить которую нельзя. Тем не менее, руководство образовательного учреждения постаралось делать все, чтобы учебному процессу ничего не мешало. Глава курорта в очередной раз приехал в школу, чтобы оценить, как идет ремонт, и потребовал от подрядчика наладить культуру производства работ. Этой школе больше 30 лет. Станичная она только по местоположению. По числу учеников, а их без малого – 1700. Не уступает любой городской. В мае глава Анапы вместе с директором школы прошел по поврежденным классам и принял решение о капитальном ремонте. По словам Юрия Павелко, разрушения произошли, когда из пруда ушла вода. Осадка грунта повлекла за собой губительные для здания последствия. Вот в этом кабинете, например, полы были провалены почти на целый метр. Потом я покажу. Трещины, вот эти вот стены все были демонтированы. Вот эта вот стена была демонтирована, поставлена новая стена. Потому что были там трещины такие, которые были аварийно опасны. Сам каркас школы, он крепкий. Он стоит на фундаменте, на пятаках. И вот на всех ригелях, на всем вот этот вот весь каркас зеркалится. Только про стенки, которые и сами полы все осели. Поэтому пришлось разобрать все перегородки, демонтировать все полы. Юрий Алексеевич сетует только об одном. Решение о ремонте принято весной, но закон суров. Цена образования, аукционы отняли много времени. С родителями провели собрания, а для детей создали все условия, чтобы учебный процесс для них остался комфортным. Ремонт идет в одном крыле школы, в классах по ОБЖ и технологии. В той стороне будет доска, будут здесь парты, несколько для того, чтобы теоретическую часть. Тут будут также стоять специальные и столярные столы, верстаки точнее. Здесь отгородили вот эту специальную часть. Вот в этой части будут стоять станки. Нареканий к графику рабочих у директора нет. Стараются максимально использовать время, когда учеников в школе нет. А вот у главы Анапы к подрядчику нашлись серьезные замечания. Во время рабочего объезда Сергей Сергеев сделал остановку в 12-й школе. Бросились в глаза захламленная строительным мусором территория и кое-как установленное ограждение. Ссылки на загруженность рабочих, нехватку времени мэр Анапы не принял. Заместитель директора фирмы Югстройсервис Александр Сопрыкин гарантировал, что приведет в порядок школьный двор. Здесь у нас, так сказать, и своя бригада, и наемники. Да мне это неинтересно, понимаете? Должна быть, я вам еще раз говорю, огорожена территория, должна быть культура производства. А мы с вами сейчас говорим об элементарных вещах, которые не соблюдаются. И выясним, кто технодор осуществляет. Когда он здесь в последний раз был, или они? Да, да. Давайте ругаться не будем. Да нет. Чтобы сегодня вот это все было вывезено. Нанимайте транспорт, выводите людей, вычищайте. Вы вот этим пионерам должны показывать, как должно быть, понимаете? Согласен. Не пойдет. Согласен. Согласен. Ремонтируется и фасадная часть школы. Рабочие учли требования программы «Доступная среда». Новые двери шире, построен пандус. Новую плитку положили на ступенях, а на территории перед школой скомбинировали часть плиточного покрытия и мраморную крошку. Вокруг спортивной площадки запланировали сделать беговую дорожку и благоустроить участок, где установлен турниковый комплекс. До самого главного праздника зимы Нового года осталось чуть больше месяца. К предстоящим торжествам готовится весь город. Предприниматели уже начали украшать витрины магазинов, а сотрудники Римстроя приступили к монтажу самого главного символа праздника – новогодней ели. По традиции она устанавливается на театральной площади. Жители и гости курорта уже оценили появление нового объекта. Новый год, я что-то не вижу, надо уже пора. Я думаю, в Туле уже стоит. У Белого дома напротив Владимира Ильича Ленина уже она красуется. Ждет уже, а к вечеру молодежь уже собирается, топчется. Здесь что-то запоздали, ребята запоздали. Пора уже. Конструкция состоит более чем из нескольких тысяч деталей. Металлическая основа укрепляется бетонными блоками, которые предотвратят опрокидывание в случае сильного ветра. Каждое соединение по нескольку раз проверяется специалистами-монтажниками. Елку по указанию администрации города мы начали собирать вчера. Собираем силовую конструкцию пока что. Сегодня, может, если успеем, начнем уже ветки ставить. К понедельнику, должна к понедельнику, ко вторнику елка полностью стоит, стоять будет. Величина новогодней красавицы 25 метров. После монтажа основную конструкцию елку украсят новогодними игрушками и световыми гирляндами. Будущие педагоги помогли детям из школы номер 13, которая нуждается в дополнительном внимании подготовить для своих родителей концертную программу ко Дню Матери. Мероприятие прошло на базе Анапского филиала Шолоховского университета. Школьники и студенты получили полезный опыт, а родители драгоценные радостные мгновения. Папа с мамой крепко спят и кормить нас не хотят. Мы не будем их будить, можем сами суп своих. На сцене учащаяся школа номер 13 в зале родителей. Номера помогли подготовить студенты филиала университета имени Шолохова, будущие педагоги. Похожие мероприятия в школе проходят регулярно и являются частью образовательной программы. Но подобный опыт первый и преподаватели называют его интересным, а для ребят полезным с точки зрения общения, в котором они нуждаются. Готовились в течение всего месяца. Отбирали репертуар, дети с удовольствием репетировали, танцевали, пели, готовили поздравительные открытки для мам. Все делали с душой и с настроением. Всего в концерте приняли участие 50 учеников, ввели программу старшеклассник и студентка. Эти открытки изготовили учащиеся университета. Концепция одна, но каждая индивидуальна. Руководство вуза считает, что будущим педагогам подобный опыт полезен как с профессиональной, так и с нравственной точки зрения. У нас в филиале есть социальный проект «Я на пчане». Мы считаем, что в рамках этого социального проекта, как раз это мероприятие, оно такое очень актуальное, очень интересное. Это прежде всего общение с детьми, с родителями. Второе, они должны делать хорошие, благие дела студенты. То, что сегодня они подготовили это мероприятие, помогли детям подготовить это мероприятие, мне кажется, для них это очень важно. Во-вторых, это повод гордиться своим городом, своей страной, своими делами. Опыт признали удачным. Не исключено, что общение в таком формате будет продолжено. Тем более, что родителям было приятно увидеть своих детей на сцене. Автогонщик, победитель международных трофи-рейдов, дал советы анапским школьникам, как нужно вести себя на дороге, будучи пешеходом. В городе-курорте он побывал в рамках краевой акции «Дети и водители». В частности, ребята получили бланки, на которых они смогут написать обращение к водителям, которые нарушили правила. А сотрудники ГИБДД будут вручать их вместе с протоколами. Вот ты подходишь к перекрестку, горит зеленый сигнал. Можно идти? Положим. Вопрос простой, только на первый взгляд. Его задал профессиональный автогонщик Андрей Пазычев. Он рекомендует ребятам, находясь на дороге, прежде всего думать. Если горит зеленый свет, то это не значит, что кто-то не пытается проскочить на красный. А за секунду автомобиль в городе преодолевает порядка 10 метров. Первый этап акции стартовал из Сочи в Краснодар через Туапсе и Горячий Ключ. В этот раз маршрут начался в краевом центре и проходил через Абинск и Крымск. Только собственным примером мы можем научить и воспитать наших детей. На сегодняшний день это тот самый пример, что за рулем автомобиля находится человек, который умеет быстро и любит быстро ездить, но делает это только там, где подготовлены трассы и треки. А на дороге, как и каждый из участников дорожного движения, обязан соблюдать правила. Андрей – победитель международных трофи-рейдов. Он поддержал власти города-курорта в борьбе с незаконным джиппингом. Его автомобиль лишь с виду напоминает заводской УАЗ. Однако все изменения согласованы со специальным институтом. По его словам, гаражный тюнинг не учитывает интересы других участников движения, а также пассажиров. Один человек, который действует небезопасно, за рулем, будь он не за рулем, он подвергает опасность не только себя, но и всех окружающих себя людей. Это вот очень важный момент. Если хочешь адреналина, хочешь себя проявить, хочешь получить единую оценку, потому что спорт – это, в первую очередь, единая система оценок. Стать мастером спорта, мастером спорта международного класса. Будь добр, занимайся спортом в специальных, для этого созданных условиях. Сергей Гаврилин со школьными друзьями примеряет кресло автогонщика. Говорит, что сам любит мотоциклы. Шлем! Шлем! Дайте шлем! Организаторы акции говорят, что сегодняшние школьники завтра станут водителями. Общаться с ними именно на этой стадии важно. Кроме того, дети влияют на поведение взрослых. Желающие смогут на специальном бланке обратиться к водителю, который нарушил правила. Письмо он получит вместе с квитанцией о штрафе. По словам Владимира Вяткина, такой аргумент порой действеннее любого административного наказания в Анапском ГИБДД. Еще раз призвали соблюдать правила, быть внимательными на дороге. Школьники получили специальные цветоотражающие значки, которые можно будет закрепить на одежду или портфель. В субботу, 26 ноября, в Анапе пройдут два дня здоровья. В филиале детской городской больницы в 12 микрорайоне и в амбулатории Станица Анапская. В филиале детской горбольницы состоится бесплатная консультация и скрининг-обследование для детей. Прием будут вести педиатр, невролог, офтальмолог, лор, хирург-ортопед, уролог, стоматолог. Также можно будет пройти ЭКГ и УЗИ. А в амбулатории Станицы Анапская с 9 часов селян будут принимать терапевт, невролог, эндокринолог, кардиолог, лор-врач, офтальмолог и педиатр. В рамках дня здоровья можно измерить рост, вес, артериальное давление. Также сделать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре и многие другие диагностические исследования. С собой необходимо иметь паспорт и страховой полис. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова